Основные моменты воспитания щенка-компаньона до шести месяцев. Посещение собакой магазинов, офисов вырабатывает правильный опыт и поведение. Щенку пять месяцев и базовые команды уже знакомы. Настало время усложнений. Отработка команды в общественных местах. Здесь видно, как щенок азартно и с удовольствием работает по новой задаче. Работа на возвышенности также часто представляет для щенков трудности. Здесь хорошо видно, как Джоли в темпе обходит дерево с удовольствием и довольно с большого расстояния обходит энергично и активно. Это, пожалуй, самое главное для всех этапов обучения щенка. В выполнении импровизированного слалома с первого раза укладывается формулу «пришел, увидел, победил». Вращение площадки. Так важно усидеть, не испугаться, не спрыгнуть. Задача выполнена и заслуженная награда получена. Разноуровневый барьер – сложная задача, но и она решена. Восьмиступенчатый подъем. Для этого щенка довольно высокий уровень. Но доверие вожаку множится, и эта высота взята. Как только задача выполнена, важно не останавливаться на достигнутом, а усложняться снова и снова. Здесь это не только подъем и прохождение сквозь без вожака, но и спуск по неприятной гладкой металлической ленте. Посмотрите, как смело и активно щенок стремится решить каждую задачу. Мне кажется, скульптура Серны сама застыла от удивления. Выполнено два обхода со сменой направления и даже восьмерка вокруг огромных копыт. Мяч – классика становления статуса вожака. И веселая охота, конечно. Догнать, схватить, принести. Но как же трудно отдать такую ценную добычу. Невысокие барьеры прыгать щенку нужно и даже полезно. Выполняется сложнейшая комбинация из двух барьеров с высолом от себя. В незнакомом месте, вблизи автомобилей. Обойти камень вроде несложно. Но если подумать о том, что щенок гонча, а вокруг так много живой природы, сразу ясно, что момент очень ответственный. Но и это еще не все. А что если обход с мечом в зубах? Такое мы еще не делали. Новая комбинация с двумя барьерами и выдержкой. Два прыжка на себя, два от себя. Выполнена не вполне чисто, но зато с первого раза. Импровизированный бум в двух направлениях. Сложно, но безопасно. И в конце команда лапы. Сложнейшая задача – обход предмета, находящегося на удаленной высоте. Высл идет с дистанции. Щенок поддерживается только голосом. Удивительно. Ствол дерева в виде барьера. Цепкий глаз опытного хозяина всегда выделит такой объект. Бумы ствола. Классика. Важно выбрать правильный ствол. Не слишком скользкий и высокий. Эта упавшая пихта вполне подходит. И снова веселая охота за этим вечно убегающим мечом. Сбегать, поймать, принести. В замедленной съемке особенно хорошо виден асарт. Активность щенка в работе. Эста стая еще хорошо поохотится. Трехуровневый бум с повышением высоты и сменой направления. Каждый уровень все дальше от вожака. Задача выполняется впервые. Щенок должен быть активен и любопутен. Важно поддерживать его познание мира. Здесь в лапы попался спелый, но очень колючий каштан. Пожалуй, одна из самых красивых локаций – высотная смотровая площадка. Джоли показывает выполнение базов команд с дистанцией. Наверное, это самая высокогорная змейка. Короткий шаг, темп и ровное движение вожака – конечно, гарантия правильного выполнения. Восьмерка вокруг ног, а за спиной бездна. На смотровой уже собираются толпы удивленных зрителей. Но ничего не может отвлечь эту слаженную пару. Время расслабления и погружения в природу, в буквальном смысле этого слова, поражает полная ориентация щенка на хозяина. Посмотрите, как Джоли старательно повторяет действия вожака и умывается. Работа в горной реке, которая бурлит и пенится – сложнейшая задача для щенка. Выполнен обход вожака по воде с возвращением на место и команда «Лапы». Обучать и развивать щенка – это увлекательное, творческое и ответственное занятие. Ведь от правильно проведенного первого года зависит комфортная, интересная и насыщенная жизнь собакой на годы. Субтитры создавал DimaTorzok